Все ли сделали власти, чтобы предотвратить трагедию и спасти экипаж подводной лодки «Курск»? Правильным ли было отказаться от помощи иностранцев первые дни после катастрофы? Эти же вопросы, которые задавали жителям по всей стране, мы задали мурманчанам. Оказалось, их мнения от среднестатистических отличаются. Это безалаберность нашего командования, краснознаменного северного флота, которые выпустили лодку, елки. Может быть, там даже какая-то диверсия была. Когда вышли в рейс, может, было не все сделано. Я так думаю, может быть, просто так же, как сейчас поезда выходят, как рейсы проверяют, как везде у нас трагедия. Халатность наша, просто халатность. Но единственный руководитель, президент и губернатор не может везде уследить. Это зависит от нас, от каждого, как мы работаем. А вот отказались тогда от помощи иностранных специалистов во время трагедии? Как-то плохо, что отказались. Надо было тогда, я считаю, в то время у нас в стране было очень тяжелое, вообще экономически тяжелое. Искренний жар, что так получилось. Но не знаю. Мы не знаем кого-то осуждать, кого-то это, это тоже. Мы не вправе просто это делать. А тогда отказались от помощи иностранцев при этой трагедии? Может быть, и зря. Потому что, когда идет речь о спасении жизни человека, то, наверное, надо использовать все до последней возможности. Там много предлагали этих вариантов. И частным образом, и норвежцы, и русские, и там много. Не спасли, не знаю, почему говорили. Там секретно что-то такое было. Наверное, из-за этого. Должны были спасти, по идее. Они еще жили там некоторые. Каких-то технических возможностей, по-моему, там не было в тот момент, да, для оказания какой-то, может быть, экстренной помощи. Еще что-то. Там же, по-моему, если не ошибаюсь, норвежцев привлекали для спасения. Вот эта баржа гигантов, по-моему, была, да, для подъема травичина. Ну, я думаю, ну, наверное, да. И Путин принял такое кардинальное решение, то есть поднятие для того, чтобы расследовать. Хотелось бы, чтобы сделали больше, и люди остались живы. Потому что до сих пор это ужасно. Даже вспоминать страшно. А это правильным было решение тогда, в первые дни, отказаться от помощи иностранцам? Ну, наверное, нет. Я думаю, что здесь любая помощь была бы, кстати, любая, пыточка нельзя. Потому что жизнь человеческая, что там говорить, бесценная. Максимальное, что могли власти, наверное, сделать, это гарантировать компенсации гражданам, точнее, семьям погибшим. А так, я слышал, что лодка была слишком далеко, и там, в принципе, не могли никого спасти. В первую очередь, большая трагедия для семей этих, и уже людей не вернуть. Ну, а здесь все-таки политика. То есть политика решила, да, вопрос? Ну, это все-таки стратегические объекты, я считаю, как бы из-за этого. Невозможно было допустить иностранцев? Ну, здесь все можно считать и да, и нет. Не могу сказать ни хорошо, ни плохо. Я сам восставник, подводник, пенсионер, из Гримича 41-й дивизии служил. Ну, я уже спасатель, никто, никого не собирается. Раз пришел на лодку, все, или вместе побеждаем, или вместе погибаем. Субтитры сделал DimaTorzok